Теперь мигранты могут приезжать в Россию в полном семейном составе. Государство окажет поддержку не только их супругам и детям, но и другим кровным родственникам. Однако без хорошего знания русского языка въезд и трудоустройство в России будет под запретом. Государственная программа поддержки иностранным переселенцам изменилась. Сегодня в Благовещенске обновленные власти представители бизнеса и диаспор обсуждали миграционную политику. Сегодня в Амурской области есть потребность в квалифицированных работниках, особенно в бетонщиках, каменщиках, штукатурах и других рабочих специальностях. Решить кадровый голод иногда удается с помощью привлечения иностранной рабочей силы. Хочу сказать, что в текущем году к нам поступило из Управления Федеральной миграционной службы 410 запросов о привлечении и использовании иностранных работников. Нами выдано решение о целесообразности привлечения 7 140 иностранных работников. По новым условиям программы поддержки мигрантов налог на доходы иностранных работников снизился с 30 до 13%. Для приезжих, особенно для трудовых мигрантов, в сфере торговли ЖКХ стало обязательным условием владения русским языком. Кстати, приток мигрантов в область растет. За 8 месяцев этого года на миграционный учет встали более 65 тысяч иностранных граждан. Это почти наполовину больше, чем за весь прошлый год. Продолжение следует...